Слово нашим комментаторам, Страйку и Слэму. Совершенно очень скоро мы появляемся в эфире, друзья, с вами Слэм Страйк и Елига. Да, всем привет, друзья, у нас уже полным ходом идет заруба Luminosity против команды Liquid, и вот как раз-таки давайте на нее постепенно включаться. Включаться! Итак, друзья, ну что можно, наверное, сказать сразу же? Давайте сразу с плохого начнем. С плохого, да. Да, во-первых, возникли опять-таки же технические проблемы с клинфидом, американцы плохо отдают нам сигнал, в итоге пока что это ребродкаст англоязычного стрима, ну, с нашими комментариями. Ну, нам придется, естественно, без звука все это дело комментировать, поэтому я надеюсь, вы поймете, возможно, где-то местами отсутствия наших эмоций, но это не важно, важно то, что все-таки матч мы увидим, вы нас услышите, общаемся с вами также в Твиттере, как обычно, уже счет 2-2, и, в общем-то, команда Ликвид, как и отметили наши аналитики, удивила немножечко сейчас по картам, и вот, знаешь, будут биться. Ну, с чего, давайте я восстановлю хронологию событий, того, что происходило на Мираже до того момента, как мы включились. Пистолетный раунд забрала команда Ликвид, второй экономический, опять-таки же, забрали американцы, ну, а дальше бразильцы все дело взяли в свои руки, и раунд за раундом уже два забирают, и готовы забрать третий. В общем-то, всего-то чуть-чуть надо, но Ликвид могут сейчас удивить в плане стрельбы, если будет получаться, но, к сожалению, их укрепление, как видим, люминосити проходят вообще без проблем, и Хика не удивляет своим супермагам. Слушай, предусмотрели даже позицию вот с бустом на ящике при заходе на эту точку. Максимально ответственно подошли люминосити к этому выходу, проверяли абсолютно все углы, каждую из позиций, и при этом пока что игроков не потеряли. Ну, и Адрен последний, единственный, кто в этом раунде смог переиграть по стрельбе Фоллина, остаться с Кальтом, но вот отпускать такого, конечно же, не хочется, и, скорее всего, будут добивать этого парня, да, с трех сторон уже его окружили, и пытаются не дать уйти. По экономике, видимо, сейчас все-таки только-только Ликвид выходит на второй закупочный, к шестому раунду, и сейчас посмотрим. Оп, демейдж рэтио, 101, фер, колд, зеро. Слушай, не добирает немножечко здесь у нас так, и, как видим, 58 всего, но... Ну, это, опять-таки же, по итогам, это, вот мне интересно, вот за пять сыгранных раундов, или это, в общем, статистика всех бразильских игроков? Скорее всего, в общем, за все матчи. Потому что, мне кажется, что она, вот, если по всем сыгранным матчам немного не соответствует, в действительности, ведь первое место в рейтинге занимает Фоллин, и при этом, вот, по количеству нанесенного дэмэджа, с учетом того, что он главный снайпер, а ведь АВП наносит больше всего урона, ну... Странно выглядит. Отстает, да. Да, странновато выглядит немножко. Но, так, опять же, вот, у него дэмэдж рейтинг очень низкий, но, друзья, этот парень 70% ретейков, если остается с кем-то, он выигрывает. То есть, в соло, может быть, нет, но вот именно 2 в 3, 2 в 4, опять же, укомплектованы люминосити как надо. Вот, все приходит к этому. Так, колд зеро разбирается с убиванием на центре, и уже численное преимущество. Нет, вот, только хотел сказать, что его не будет, но какого-то лешего Кост лезет с Делпана и отдает на очень важном тайминге. Да, вообще, модель защиты в 2 снайперской винтовке, с учетом того, как бразильцы хорошо умеют распоряжаться своими гранатами, выглядит не до конца логичной. И вот на что здесь рассчитывали Ликвид? Ну, только на какое-то чудо, что это чудо снайперы сотворят. Но, как видим, этого не произошло. Фаллин находит Хика, Элидж один против троих, вынужден уже пытаться на всех парах мчаться на сейв своего девайса, но и здесь не все так просто. Фаллин к этому готов, и бразильцы сохранить оружие Элиджу, ну, по идее, не дадут. Итак, да, закрывают Элиджа, и, в общем-то, люминосити выигрывает в этом раунде практически без шансов. Сейчас, наверное, в этом полуфинале важно обратить внимание на то, что все-таки команда люминосити на этой карте играет оптимально хорошо. Ну, один из лучших, по-моему, таких тимплеев показывают за атаку, и, вспоминая предыдущие ивенты, включая, кстати, Мейджор, включая Старладер в Минске, вот сразу бросается в глаза, ого, нам тут нарисовали, смотри. Ну, я могу даже объяснить, что там происходило. Два дыма — это головы и холпа, маленькая точка — это снайпер команды Люминосити, большая — это снайпер команды Ликвид. И вот снайпер команды Люминосити, он эту перестрелку выиграл, и, собственно, начиная с этого момента, бразильцы уже начали доводить раунд до победного конца. Друзья, уважаемые зрители, те, кто пишут в чат «звук», 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 друзья, не будет пока что звука, потому что прямой сигнал клинфида, который нам дает компания «Тернер», мы сейчас его ожидаем. Проблема эта решается. В чем она заключается, я не знаю, но наши люди уже работают над этим вопросом. И, к сожалению, первый матч мы вынуждены провести вот в таких вот обстоятельствах. Не факт, что первый матч, возможно, только первую карту, а вот уже по итогам, проделанной нашими коллегами работы, мы будем знать, на что нам рассчитывать в дальнейшем. Будет ли продолжаться рестрим англоязычного стрима, или все же мы получим тот самый клинфит и спокойно сможем наслаждаться этой зарубой. Как нам сказали наши коллеги в США, они знают, что такое Гол ТВ, поэтому вот... Компания «Тернер» не знает, что такое Гол ТВ, и, ну, вот здесь, знаете, вопросики все-таки возникают. Итак, экономически проводит команда «Ликвид». Вроде бы что-то в этом раунде получилось. Забрали «Така» и «Фера». Вот «Хико» делает третий минус. Забирает также «Кул Дзера». Здесь они уже не полезут, сыграют максимально осторожно. Понимают они, что все-таки «Хико» способен при перестрелке на месте огрызаться. И у меня, Юрий, возникла идея. Так как люди просят звук, я предлагаю так. Ты комментируешь раунд, а я буду делать звук. Итак, ты готов? Я комментирую, ты бит? Да. Давай. Такого вы еще не видели. Будем... Подожди, я, может, вообще зачитаю? Гоу-гоу-гоу! Итак, давайте смотреть. Закупочка от «Ликвид». Опять-таки же, не без снайперской винтовки. На этот раз ВП достается товарищу Кусти. Ну и смотрим за его реализацией. Побащ! Агрессия от ВП, но, как видим, Вер, с этой агрессией справляется на ура. А вот снайпер команды «Люминосити», ну вот этот парень знает, как действительно грамотно обращаться с ВП. И, возможно, именно он сделает второй минус в этом раунде. Звуки, звуки, Игорь. Пропадаем. Вот, вот он, сумасшедший минус Фоллин. Хиг находит. Элитш, Нитро и Адрен втроем против пятерых. И при этом на карте бразильцы ничего особо не делали. Зашевелили центр. Ну и на этом, наверное, все. Ну, пока еще, наверное, не все. Так, ты за звуки отвечаешь. Да, да, да. Чак, чак, мидл. Уп, заметил. Ну, как видим, Фера Нитро забирает немного, выравнивает ситуацию в раунде. И бразильцы начинают медленно, но уверенно мигрировать в направлении, казалось бы, Аппунта. Но потом передумали и побежали втроем на базу Б. Вот как раз-таки, знаешь, под седлом у них солидная коняка. И вот эта коняка их максимально быстро доносит на просторы базы Б. Но что-то американцы предугадали ситуацию. Так, Тесленко коктейль, а не Молотов. Просто идеальная засада в исполнении Ликвид. И Фолин, что творит? Казалось бы, раунд бразильцам уже не спасли. Но у Фолина на это были свои планы. Правда, Адрену перестрелку с АВП проигрывает. Извиняюсь, друзья, но я постарался как мог. Я лучше вернусь к комментированию. Потому что обе команды играют на шифте. Это очень тяжело, когда такое происходит, если честно. Что ж, друзья, счет становится. 5-2, ну, вернее, 5-3. И мы видим, что все-таки команда Ликвид не такая уж простая в игре за защиту. Не поверили они, опять же, вот в этот почти фейк от Люминосити. Потому что давление на планете было, ну, создавалось реально катастрофически мало. Оставляя одного с ковров и заставляя его еще и выходить первым. Это как-то нелепо выглядит. И здесь Ликвид просчитали ситуацию. Ого, буст в дыму на старте. Могли удивить. Могли удивить сейчас окно. Не то, что могли удивить. Могли уже делать первый минус. Но, опять-таки же, долго первый минус себя ждать не заставляет. Так, при выходе с ямы находит Элиджа. И как так, так и отпустили. И так, ну, все равно, несмотря на то, что отпустили. Я думаю, Ликвид понимает примерно, что все-таки война за мидл уже проиграна. Но шансы на первом контакте при попытке атаки все-таки какие-то фраги сделать есть. И пошли на инфу. Пошли собирать информацию о оставшемся меньшинстве. Понимая, что без контроля большей части карты сыграть на приеме практически не получится. Тут просто идеальная позиция у ФНХ. Первый минус есть, забирает нитро. А вот с хиккой не справляется. А это вот не ожидал увидеть здесь второго игрока на падение. Это, опять же, ой, вернее, второго игрока защиты. Опять же, парный поджим. Но все равно, он не приносит Ликвид практически ничего. Кроме того, что они, да, заняли бы ковры. Да, возможно, это будет атака на. Но Хико ушел, не пошел пушить дальше. И сейчас он в такой, знаешь, шаткой ситуации. Оставаться или нет? Но сыграв по инфе, он может просто тупо не успеть прийти на помощь своим тиммейтам. И заметьте, вот точно в такой же ситуации Ликвид были в прошлом раунде. Только акцент делался на принятие базы боя. И в этом раунде... В этом раунде... Ну, все передумали. И уже обороняются на пункте практически втроем. Так, ну вот, Люминосити тоже, знаешь, чуть-чуть подзамедлили с этим выходом. Но, несмотря ни на что, смогли сделать серию разменов. И все-таки выиграть этот раунд вообще на перестрелке. Ну вот, Хико до последнего боролся. Видимо, нам его показывают. Он немного переживает сейчас. Что вполне естественно, опять же, для его команды выступление на этом ивенте. Регламентировано было провалом, о котором он не знал. Но, к счастью, есть сетка последнего шанса. Это даже, знаешь, вот сетку последнего шанса надо на самом деле называть сеткой суперлузеров. Потому что вот тут и так у тебя ты играешь каждый из каждого. Два, два, три тура. У тебя и так, ну, есть шанс выровняться на следующий день. И даже если ты проигрываешь все, у тебя есть шанс вернуться в игру. Но вот будут ли здесь ребята им пользоваться, пока непонятно. Итак, экономический раунд для Ликвид. Проведя два оружейных кряду, парни все же теряют экономику и вынуждены ее как-то восстанавливать. Ух. Вот знаешь, тоже вот почему не задействовать какие-то выпады под флешку? Сыграть вот действительно тимплейном. Вот есть в арсенале у американцев такие раунды. Но почему-то рассчитывают на какой-то точечный прием и строго по позициям продолжают стоять американцы. Ну, опять же, вот нет у них той изюминки в игре. У них, конечно, есть творческий подход, но они его проявляют только когда играют в нападении. Далеко не карту Мираж. Кстати, вот по поводу американского Миража у меня вообще куча сомнений. Ведь нет у меня такого опыта просмотров, где действительно команды из Америки могли тягаться с Европой на равных на Мираже и показывать какие-то фишки. Я единственную, действительно, помню громкую победу серо-американской команды над Европейской. Это была ЦЛГ против команды Фнатик. О, да. Четырестно было это, ну, действительно, давно. Давненько, да, давненько. Опять же, что-то такого супер-хорошего. Да и то, наверное, у Фнатиков с Миражом тогда не летело. Да, это Фнатики, которые только попали в группу. Они даже не понимали, что ЦЛГ могут сопротивляться. Да, да. То есть больше ЦЛГ их застали врасплох. Такое первичное неплохое начало было. Ну, и в итоге мы видим, что счет 7-3. Люминосити вполне себе спокойно чувствует своего соперника. У них получаются почти все раунды, за исключением раундов с долгими перетяжками, где все-таки капитанское мастерство команды Ликвид проявляется в полной мере. Уже видели два выхода впустую. Ну, и еще один Эко, который должен дать им комфортную закупку в следующем раунде. Кстати, хорошая позиция у Кусты. Ну, тут все под контролем у бразильцев. Фалин начекал и спокойно должен предотвращать эту агрессию. Вот, зато на другом отрезочке карты у центра все-таки были данные минусы. Правда, да, Кулзера здесь в качестве уборчика генерального выступает с парапет и спокойно справляется с этим укреплением. Что ж, игра на бэпланте на бомбе. Для Ликвид уже здесь не остается никаких шансов. Только если кто-то удивит своей стрельбой, то это будет один минус, потому что позиции сопровождаются моментальным разменом. Я слышал какой-то звук. Это не звуки игры. К сожалению, друзья. К сожалению, пока без звуков игры. Будем надеяться, что эта проблема быстро решится, потому что, ну, вот это как-то действительно очень тяжело. Правда, друзья, это тяжело. Это непросто, поверьте мне. Что ж, Кулзера минус Куста. Он же Коста. Вот, я не знаю, как правильно его ник произносить. Скорее всего, W читается как У, ну, поэтому Куста. Куста. Кустик. Кустик. Маленький Кустик. Будем называть его Кустик. Маленький азиатский Кустик. Ну, может, он большой Кустик. Возможно. Итак, один нитр против четверых. Какая? Попытки найти хотя бы минус. Попытки сейва. Да, что-то нитра не пошло. Посмотри, КД за карту 12 на 5, 16% попадания в голову, но это снайпер. Но КД 2.4 как бы показывает, что Фолиан не чувствует команду Ликвид. И вот и он на главном экране для вас весь старается. Ну, хотят парни выигрывать полуфинал, чтобы оказаться в гранд-финале. Напомню вам, что гранд-финал будет завтра в 5 утра сыгран. Но такое время только лишь потому, что этот матч будет транслироваться на национальном канале в Соединенных Штатах. Это большой вообще шаг вперед для киберспорта. Огромный. Особенно для Counter-Strike. Так что порадуемся всем. А Ликвид пока справляется с девайсным раундом. Но это уже должно было произойти, потому что, ну, не гоже так стремя за защиту-то сидеть. Действительно. Рано или поздно американцы должны были взять хотя бы вот такой один уверенный раунд. Пока что без потерь для североамериканской команды. Ситуация 2 в 5. Фолиан и ФНХ. Ну, вот знаешь, опять неоднократно мы с тобой наблюдали ситуацию. 2 в 4, 2 в 5. Бразильцы могут переворачивать все, что угодно. В первую очередь, отталкиваясь от своего великолепного тимплея. Ну и сумасшедшие стрельбы в некоторых моментах. Но не снова, но не опять. И Фолиан один. И будет пытаться ловить. Ой, вот я когда такие моменты вижу. Ой, не, второй раз он не прыгнет, братан. Нитро просто испугавшись, поджав свой керамбит как хвост, убегает спокойненько на Б-плент. Ну и Фолиан будет 50 секунд ловить рыбу на А. Кстати, с АВП почему бы и нет? Можно и пойти по экономике. Я думаю, там вообще все в порядке. Так что сейва не потребуется. Кстати, тот самый маленький азиатский кустик в этом раунде неплохо огорчает команду Luminosity. Или большой. Ну или большой, да. Мы вот до конца не знаем. Вот это встреча, говорит Фолиан. Глядя, глядя, глядя на фотографию куст, ты все-таки маленький. Ну хорошо, хорошо, будет маленький. Итак, вот нам здесь как бы операторы показывают, что это сплит-атака. Ну все знают, наверное, кто играет, что сплит-атака, она да, вот здесь. Да, вот там падают дымы в коннекторе. Обычно всегда первый размен, потому что там надо его занимать. Да-да-да, да. И отличная тактика от Luminosity. Ну, на самом-то деле, нам вот, к сожалению, не показывают, опять же, моменты с раскидками, что они преследуют. Потому что не каждая команда играет линейно. И на центре Фолиан находит Адрена, хотя 50 на 50 все было. Ну, действительно, задумка стара как мир, и Фолиан к этой задумке был готов. Перестрелял снайпера команды Liquid, и опять-таки же бразильцы в численном преимуществе продолжают атаковать и развивать свой атакующий потенциал. Ну, пока не везет, к сожалению, ребятам из Северной Америки, но будем надеяться, что они хотя бы 6 раундов смогут здесь как-то взять. Но надо брать этот, если они хотят 6, ведь потом не будет денег. Так, ну, Хико, по-моему, сейчас слышали, Cold Zero играет уже точно по инфе, и какой ошибочный стрейф от Хико? Ну, тут вот, согласись, спрей от Cold Zero, максимальный контроль. Он четко понимал, что переведя кнопку, точнее, переведя прицел как раз-таки на эту позицию, патрон залетит сопернику идеально в голову. Это произошло. Ну, вот то, о чем мы говорили. Казалось бы, прошлый раунд Liquid взяли вообще без проблем, но уже в следующем испытывают огромные. 3 в 5 ситуации, Аплент под контроль забирает бразильская команда. И вот расчет здесь только на Элиджа, который, ну, вот должен что-то придумать сверхгениальное. Ну, получится ли у него это сделать? Нет, не получилось. Не получилось. Ну, что ж, Кустик остается последний на Б, и вместе с ним Нитро, который... А вот почему Нитро идет и умирает до последнего, когда надо вместе подождать, пожить? Ой-ой-ой, ну, в общем-то, проблема у команды Liquid, при том, что большие, Юсп, нет, не заходит. Но зашло со второго раза, ошибся все-таки Cold Zero. Такое редко бывает. Если честно, обычно он забирает сразу же со второго выпада и дальше. Посмотри, какой все-таки Кустик жесткий. Опасный Кустик. Что тут еще сказать? Нам показывает команда Luminosity, которая, в принципе... Вот, знаешь, их выражение лица не меняется никогда. Когда они проигрывают, когда они выигрывают, они всегда максимально хладнокровны во всех ситуациях. Вот, знаешь, тот самый покерфейс, который мы неоднократно наблюдаем, вот это то, что касается бразильцев. Хотя, вот, когда выигрывали парни-мажор, действительно, ну, радости не было предела. Да, да, радости не было предела, мы это видели. Но, опять же, большинство из этих игроков всегда вот в прошлом только мечтали попасть куда-то на чемпионат. Вот с CSGO пришла возможность действительно выступать на профессиональном уровне, потому что теперь это достаточно такая весомая профессия, это уже можно так назвать. И их желание дало им эту возможность, их работа над собой дала им эту возможность. Знаешь, вот я Luminosity отношу к тем командам, которые максимально сосредоточены на своей игре, которые реально, ну, преследуют цель полного спокойствия, да, без каких-то нервов, без какого-то стресса. Вот, им абсолютно плевать, что делает соперник. Им главное, чтобы у них их раунды получались. И вот за счет таких стараний эти парни добиваются высоких результатов. Ну, это тот самый случай, когда ты в первую очередь думаешь о конкретно своей игре, о игре своей команды, а не подстраиваешься и не пытаешься подстраиваться под игру, например, всех тех же Fnatic или Na'Vi или тому подобных команд. Да. У тебя есть свои поставленные задачи, и ты четко должен их выполнять. При этом, учитывая то, как играет соперник. Да, ну, и у них даже очень много матчей есть против тех же Fnatic, да, где и Fnatic потеют, эти ребята тоже потеют, но в каких-то моментах все-таки элементы подстройки присутствуют, но они сугубо индивидуальны. Вот, например, если опять же смотреть, вот наглядный пример статистика Coldzira. Там вообще не к чему придраться, потому что чувак просто понял. Если он бегает и убивает меня вот так, значит, я могу бегать и убивать его тоже так же. И просто он учится это делать постоянно. Ну, и самосовершенствование, соответственно. В общем, команду Luminosity можно хвалить бесконечно, но и сейчас все выхватывают, все команды, все игроки понимают их рецепт и понимают вообще рецепт того, что нужно, и играют не меньше. Поэтому конкуренция для них в этом году будет намного больше. Ну, правда, не команда Liquid на карте Mirage за сторону защиты, но другие коллективы уже готовы сразиться с Luminosity и обыграть их. Все-таки обыграть лучшую команду в мире, это всегда приятно. Хотя бы на одной карте. Итак, последний раунд первой половины. Liquid, ну, нельзя сказать, что закупились оптимально. Отсутствует снайперская винтовка. Из того, что мы видели, вообще, когда деньги позволяют, Liquid могут играть в две снайперские винтовки. Здесь нет ни одной. Тем не менее, кальты есть у всех. По гранатам вроде бы все хорошо, но не до конца. Не до конца, да. Эх, ну, тут надо еще вот, чтобы Элиш понял, что к нему сейчас будут заходить, потому что стоит он вместе со своим тиммейтом. Именно это звено должно запирать яму практически. Да не практически, тут нужно без шансов делать минусы, чтобы остаться на комфортной позиции впоследствии. И Liquid, в принципе, да, укрепляют ее до упора. Но вот задумка Luminosity до конца непонятна. Посмотри, как выстроились, интересно, позиции. Два под окном. Готовы зайти и в коннекторы, и в окно. Но вот только-только сейчас будет проход к ямой, но бомба остается лежать под бэш. Что-то здесь не так. Так, вот он первый провал. Так, забирает агрессивный вариант защиты под ямой. Слушай, им надо добавить в состав игрока с ником Бурритто. Тако и Бурритто. И Кисадилью. Чтоб на верочку было. Ладно, Тако. Ну, на самом деле он не был готов к этому, а вот Liquid на правильном тайминге заняли эти позиции. В итоге дальше, как видим, ситуация по размену полностью провальная, потому что Liquid просто в преимуществе. Одних люминосисты даже не догадываются, как и об их позициях. Ну, медленно и уверенно. Все-таки отжали пятый раунд ребята из команды Liquid. Но вот что покажут нам во второй половине, пока что остается только догадываться. Нам покажут хика. Что-то мне говорит, вот особенно вспоминая о финальной матче мейджора тот, что MLG, против команды Na'Vi, что у бразильцев действительно сумасшедший диффенс. И вот как его будет проходить хика и компания, пока не до конца ясно. Ну, это да. Это да. Ну, может быть, опять же, за счет творческого подхода за нападение. Посмотрим, что они продемонстрируют. Друзья, вторая карта этого матча будет DeNuke. И вот здесь есть даже ряд вопросов к тому, что будет на нем происходить. Я уверен, бразильская команда готовила. Nuke. Nuke. Да. Вот неоднократно общался с проигроками. Это ребята из Na'Vi, это ребята из HellRaisers, Fix. Короче, вот симпл выдвижуха. Все говорят, что Nuke пока еще сырой у всех. И вот здесь, кто первый будет удивлять, это тот человек, который придумывает действительно хорошие тактики. Вот грамотно использовать все позиции, которые появились на Nuke, ну, очень непросто. Их, на самом деле, огромное количество. И вот как их разыгрывать до конца, мы еще пока сами не знаем. Это говорят про игроки. Но пока известно только одно, что вот за сторону атаки теперь играть стало реально возможно, и даже набирать раунды, потому что проход по улице — это феноменальная халява. Раньше было не так. Я вообще, когда попал на карту Nuke, максимально удивился. Вот падаю в вентиль, думаю, блин, сейчас буду падать и стрелять, а там... А там закрыто. А там закрыто, надо перебегать направо. Вот, короче... Но с другой стороны, там можно обойти сзади и спуститься через дверь. Вариантов, как играть карту Nuke, уйма. Но вот как ее будут играть профессионалы, пока что действительно... Вот не раскрыта эта тайна, и мы все с нетерпением этого ждем. Вот ближайший мейджор будет, на самом деле, самый показательный. Ведь с учетом того, как пикаются карты, и вот что третья может выпасть рандомно, ну вот из трех карт одна будет рандомной, увеличивает вероятность появления карты Nuke. Рано или поздно кто-то ее будет играть, и кто-то покажет нам действительно солидную боевую карту Nuke. Ну и, в принципе, вообще в этом рандоме, в этой системе всегда процентов 70, опять же, за новую карту. Это выгодно и важно для Valve. Я, кстати, надеюсь, что на ней FPS-дроп скоро пофиксят, потому что не у всех пока что на ПК эта карта ощущается комфортно. Многие ее просто убирают из-за того, что, ну, компьютер слабенький. Подлагивает. Подлагивает. Действительно тяжело. Казалось бы, даже мой современный ПК и тот говорит, что FPS на уровень ниже, чем на остальных официальных картах. Опять же, компания Valve делает игры только для компьютеров будущего. Вот я как-то купил тоже себе новый компьютер, поставил КС, думаю, дай-ка поиграю, и в 150 FPS приехали. Но потом мне помогли разобраться, что нужно пофиксить и поправить. Кстати, вот пока я пытался решать проблему с длинфидом, что у нас по пику карт? Первая карта — это Mirage. Ее забрали... Ее забрали Люми Ности. Liquid выбрали нюк. О, так мы на нюк посмотрим. А я думаю... Так вот сразу и посмотрим. Я думаю, тоже, да, интересное такое совпадение. Ой, вот это будет, кстати, круто. Вот южноамериканская команда и североамериканская команда будут учить нас играть на карте нюк. Это всегда прикольно. Что ж, вторая половина начинается, друзья. Счет первая — 10-5. Не самый лучший результат для команды Liquid, можно так сказать, за защиту, потому что именно сторона защиты здесь является. Ну, для кого-то удобнее, но по идее обычно за нее берут больше раундов, чем пять. Всякое бывало, но вот на контр-страйке А-класса я такое вижу нечасто. Да, я думаю, ты тоже. Ну, да, именно так. Ну и, как видим, Liquid в принципе не отработали свой первичный выход, потеряли Хика. И это большая потеря для пистолетного раунда, потому что именно этот парень на средних дистанциях проявляет опасность. Ну, Адрен пытался всячески разменять своего тиммейта, но бразильцы моментально ушли на дефолтные позиции и отдаваться даже не собирались. И, как видим, вот эта потеря Хика уже кардинально меняет планы Liquid на этот раунд. Ну и смотри, Адрен прочекал сейчас, по идее, ковры до упора, и ребята будут из Liquid занимать яму, чтобы выйти на Аплент. Это будет финальный аккорд этой атаки. Есть два дыма, почему бы нет, и одна флешка. Кстати, сплитом пошли с коврами, будут падать, скорее всего. Ну, вот посмотри на позиции бразильцев, нам, к сожалению, не покажут. О, покажут. Есть FNX, который междунаходится, и вот этот парень может похоронить весь этот выход в одиночку. Ведь тиммейты будут отвлекать. Итак, FNX, второй минус в раунде, третий минус в раунде. О, как серьезно. До третьего не дошло. Нет, он сделал три, ведь именно он делал первый фраг, и дальше Куст, который сделал единственный минус, погибает последним. Согласись, эту позицию, вот, она опять-таки же стала действительно ключевой в этом раунде. Два шикарных минуса, дальше уже в ситуации 2 в 5. Для бразильцев было дело техники, вот, достать оставшихся двоих игроков. Ну, знаешь, вот, примерная, опять же, мысль. Liquid, наверное, была такая. А, дали ковры, ну, значит, ушли в плент. Прочекали яму пусто, значит, скорее всего, полностью отошли. FNX остался просто в сэндвиче, она же между. И, естественно, такую позицию на позднем тайминге, ты тупо не чекаешь, ожидая, что соперник уже точно решил, что если с B не получается, то играем ретейкаплант. Так, кстати, поджимчик сейчас опасный в коврах от Фера, и первый минус вообще бесплатно, второго игрока тоже заметил. Неплохо отыгрывает Фер. Ну, вот, подфармит изрядно Фер в этом раунде. Третий минус оформляет, забирает четвертого. Это плюс 2 400 на ровном месте. Ну, вот он Фер. Лучшая экономика. Походу, кстати, нас ждет ТВП, грустный Хика, который, наверное, сейчас очень сильно скучает по гражданину Костылеву. Вот поменяли Костылева на куста. На кустика. На кустика, вот совсем не то, опять же. Ну, не так, как это делал. Ну, и Адрен, посмотри, на самом деле, так же в этом матче играет. Вот знаешь, Симпл, ну, он внушал или вселял уверенность в силы команды Ликвид. Вот как только Симпл пропал, ну, вместе с ним и пропала вся команда. Ну, знаешь... Нет, кстати, показательный момент, вот опять же, показательный момент превосходства игрока над всеми остальными. То, что его там, конечно, что-то не устроило, это его дело, но вот в плане игры тут вообще все становится очевидным, все становится на свои места. Это, знаешь, как передача «Большая разница». Нет. Адрен, точнее, не Адрен, а Ликвид с Симплом и Ликвид без Симпла. Ну, вот, вроде бы ничего не изменилось, всего-навсего один игрок, казалось бы, всего-навсего. Всего-навсего. А на самом деле на результатах это серьезно отразилось. Итак, 13.5, вторая половина продолжается. Первая оружейная закупка для Ликвид во второй половине. Ну, и давайте смотреть, что из этого выйдет. У Кустика появляется снайперская винтовка, и вот интересно, как же он ее реализует. Фалин свое ВП уже реализовал. Так, не пропускается Нитро на трон, и ждем от Куст и врыв, потому что без него будет очень тяжело. Опять же, он здесь должен играть ключевую роль. Теряют еще и Хико, но тут заплыв. По-моему, это, можно сказать, последний раунд для команды Ликвид. Ну, девайсный, как минимум, потому что все-таки еще один. Они должны отыгрывать с закупкой. Правда, только после хорошенького такого экораунда, где они отдадут 15. Так что форсбай, скорее всего, мы сейчас будем смотреть. Чет как-то изи. 14-5. Вообще без потерь заканчивается раунд для бразильской команды. Ну, и, по-моему, вот на этом моменте все становится на свои места. Ликвид подтверждает роль аутсайдера этого матча. Ну, а Люминосити здесь все просто. Фаворит. Фаворит, который на деле все доказал. Ну, вот Феникс просто без шансов. 22 на 10, КД 2-20. И там так у всей команды, по идее, за двоечку уже вырисовывается. Как минимум у трех игроков. Это показывает то, что команда Ликвид вообще ничего не пытается делать на карте Мираж. Ну, пять раундов за счет того, что была такая закрытая защита. И они реально задушили бразильцев своим бездействием. Это одно. А вот когда тебе надо действовать, это становится показательным моментом. Тактическая пауза у Ликвид. Опять же, счет сложный. Варианта 2. Либо играть сейчас форсированный бай и показывать что-то достойное, что, скорее всего, и будет. Либо играть эко и потом пытаться просто не отдавать последний раунд команде Люминосити. Пытаться тащить. Ну, вот судя по лицам игроков коллектива Люминосити, мне кажется, они немножко заскучали. Ну, особенно Коудзера. Павел говорит, парни, когда будет интересно? Когда будет интересно? Почему так изи? Когда они будут на Б ходить, у меня фрагов мало, я не доволен. Ну, кстати, согласись, Ликвиды тоже красавцы. Проснулись при счете 14-5. Ого. Ну, поздновато, да. На их месте уже в первой половине можно было думать, какие все-таки применять тактические действия за защиту, потому что ключевую сторону, отдав ключевую сторону, они фактически лишили себя шансов на победу в чужом пике. А вот Люминосити молодцы, пикнули, выиграли. И кто будет на карте Денюк, мы, правда, не знаем. Но я рассчитываю на интересный замес, опять же, на Денюке, потому что редко у нас выпадает возможность его посмотреть. Но почему-то, вот мне кажется, даже не кажется, я почему-то где-то уверен, что у Люминосити там все готово и все хорошо. Но все-таки, знаешь, могли эти коварные ребята потренить Денюк на лане, у них было очень много времени для этого. Это, опять же, с командами, которые участвуют на Ильиге. Опять же, правда, в их группе. Интересно посмотреть, как будут раскидываться пункты, как будут удерживаться бомбы. Короче, куча всего интересного нас с вами ожидает, друзья. Впереди, я уверен, очень много карты Нюк в будущем. Но вот с этого полуфинального матча, возможно, все и начинается. Походу. Походу. Что ж, 14-5. И все-таки форсбай. То, о чем мы говорили, скорее всего, мы увидим. Это как последний шанс для коллектива Ликвид что-то поменять в этой встрече, на этой карте. Это только первая карта. Не забываем про это. Ну, все-таки решили идти в обанк. Четыре так девятых, один АК-47. Ликвиды постараются не отдать ничью Люминосити в этом раунде. Но, опять-таки же, начинается все не так хорошо, как хотелось бы. Тем не менее, уже есть размен. И это хорошо. Элитш минус ФНХ. Ну, неплохо сейчас зашли. Правда, вот знаешь, Фоллинсовый ПНА выглядит куда могучей, чем кажется на первый взгляд. Правда, в игре против трех игроков он может здесь, конечно, сыграть крайне плохо. Но играет, опять же, с инициативой. Надо отходить. Ой, как вот его сейчас просто могут сожрать. Да, съели. Сожгли так и забрали Фоллина. Ошибся два раза. Только что это был Солик или Фоллин? Только что это был, по-моему, Фоллин. Но что-то вот не засчитало, непонятно почему. Вроде на первый навелся, но тот в последний момент соскочил. Здесь понятно. Но как второй раз он не попадает по парню на троне, вот он. Вот, наверное, все-таки он сделал мув назад. Я думаю, что он сделал мув назад, хоть и навелся четко. Тут самое главное сохранять этот баланс. Опять же, ситуация опасная. Но отдав один, Люминосити ничего не теряют. У них еще есть шанс взять 15 раундов прямо сейчас. И они играют ключевые девайсы. Правда, на этот раз будет тяжелее. Ведь в руках команды Liquid есть хороший арсенал оружия. Так, Тако. Вот, знаешь, появление в руках Cold Zero снайперской винтовки, возможно, и станет той самой финальной ноткой, которая закроет этот матч. Cold Zero с ВП на этом турнире показывает действительно солидные показатели. И вот, когда ВП появляется, за соперника становится очень даже страшно. Ну, пока что-то на вторых ролях играет, и так и совершает ошибку. Ох, ну вот кривой дым был, и непонятно. Он специально его клал на выход, либо пытался положить так, чтобы соперник его не увидел. Но в любом случае, запушив комод, он оказался под прицелом своего соперника. Ну, может, это спровоцирует на выход к точке B. И там, возможно, сейчас мы увидим то, о чем ты говорил, Cold Zero и его снайперская винтовка. Ну, насколько она могуча и насколько много проблем она сможет доставить Liquid'ом в этом раунде. Ой, непросто. 50 секунд до конца, Liquid'а уже формирует свою атаку в направлении B. Четверка игроков находится как раз-таки в этом месторасположении. Ну, и что из этого выйдет, давайте смотреть. Ну, Cold Zero, опять же, против флешки, просто оставляет смок. Вот теперь тупик, но Cold Zero не сможет сделать нормальный entry kill, если, опять же, под него снова сыграют из дыма выпадом под флеш. Да, он заметил выходящих игроков атаки. Очень важная ситуация здесь для команды Liquid'а, и они пытаются сделать все, чтобы не пропустить. Правда, что-то вот с Молотовым у них тут проблемка пошла большая. Ну, как-то вообще выход выглядит несинхронно. По одному пытаются выходить ребята из Liquid'а, и для Luminosity это из-каточка. Так ты выкупаешь то, что они себе сами кинули свой Молотов под ноги, чтобы выйти на выход. Слишком просто было в предыдущем рауне. Говорит, давайте... Давайте усложним, да, квест и сыграем. Миссия невыполнима. Liquid'а в деле. Ну, вот повтор увидел здесь все-таки куста, что текстурка дергалась. Минус был сделан, но, опять же, результата после этого не последовало. Преимущества не было резону. Вот он, Молотов, просто царский. Так что, усложним задачу, парни? Ну, давай, усложним ее. Чем нет-то? Эх, ох уж эти Liquid. Ох уж эти Liquid. Действительно, удивили, так удивили. Мало того, что проиграли все карты в групповой стадии, ну и уже, добравшись до плей-оффа, точно так же нас продолжают удивлять, удивлять и удивлять. Точнее, не удивлять, а уже подтверждать тот самый статус аутсайдера. Ну, как ты и сказал, эти парни жидкие. Очень жидкие. А, это наша студия аналитики говорила, что они жидкие. Извиняюсь. Жиденькие. Жиденькие. Жиденькие и Liquid. Итак, выход на B. И это все, что можно сделать, все, что хотят сделать эти парни. Кстати, шанс на самом-то деле хороший по одной простой причине. Там всего лишь один игрок защиты, который будет уже играть, скажем так, в прятки. Так, а вот и проблемки для бразильцев. Потеряли так и FNX. Правда, Cold Zero исправляет ситуацию мгновенно. Тут, можно сказать, Cold Zero сейчас заберет раунд, если убьет еще одного игрока. Да, и это был бомб-керри, который просто сыграл на подставу последний в живых Хика. И Хика просто бежит и потеет сейчас сапланта, чтобы застать кого-то врасплох. Бежит, бежит, бежит. А он уже не застанет никого врасплох. Бразильцы четко понимают, где находится Хика. Ты списываешь стрельбу этого парня в никуда. Я понимаю, что тут даже, вот согласись, Хика один из лучших клатч-мастеров в распоряжении состава Liquid. И вот даже в этого парня я слабо верю, потому что там Фер, там Фолин. И эти ребята готовы закончить все уже в этом раунде. Ну что ж, первая карта, друзья, заканчивается с разгромным счетом в пользу ребят из Южной Америки, они же ребята из Люминосити. Пока что без сюрпризов в первом полуфинальном матче. Надеемся, на карте Нюк, возможно, что-то поменяется. Ну и даже не то, чтобы поменяется. Надеемся, что Liquid там будут хотя бы в боеспособном состоянии. Но знаешь, если судить по выступлениям именно в этой группе за все предыдущие матчи, то вот такой результат они заслужили опять же своим отношением. Согласен. Никуда не разбегайтесь. Здесь мы по-прежнему продолжаем пытаться пофиксить проблему со звуком, но опять-таки же во многом все зависит от наших американских коллег. Поэтому всем, тем, кому мы доставили ему неудобств, в первую очередь мы сами в такой же ситуации вынуждены комментировать. Ну да, ну а аналитика будет вместе с Петриком и... Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья!